Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, а значит воскресная рубрика! Тот день в неделе, когда я беру какие-то из ваших вопросов по поводу веры, священной писания, отношений с Богом и так далее и тому подобное, и стараюсь в свете своих каких-то там знаний, своего жизненного опыта как-то вам ответить. Но сегодня в честь праздника и в этот прекраснейший весенний, солнечный, просто великолепный день я бы хотел сделать отступление от обычного нам регламента и просто порассуждать с вами вместе, немножко поговорить именно по поводу этого праздника, вербного воскресенья. Что она значит для меня, что я вижу в нее, какой смысл, да, я извлекаюсь в нее и почему я считаю, что это очень важно, чтобы каждый из нас в подготовлении к Пасхе, верующий, неверующий, там, не знаю, оцерковленный, неоцерковленный, там, далекий от Бога или близко, хоть как, чтобы ты на самом деле начал размышлять над этим праздником, почему-то очень важно и классно, чтобы каждый из нас на самом деле углубленно немножко размышлял над этим. Вербное воскресенье это праздник, когда мы помним, да, вспоминаем о везде Иисуса в Иерусалим. Иисус идет на смерть, он знает, что перед ним голгофа, он знает, что перед ним предательство, но он идет в Иерусалим, да, он идет для того, чтобы сделать последние дела, последние действия и закончить, завершить свою миссию. И в этот въезд в Иерусалим есть четыре действия, да, то есть есть четыре основных момента, которые происходят со Христом, или которые Христос делает прямо, когда он въезжает в Иерусалим. Именно об этих действиях мы должны размышлять в вербное воскресенье. Первый из них это Иисус отправляет своих учеников искать ослица, да, то есть и он говорит им, что вы должны привезти молодого ослица, да, и я буду въезжать на ослица. Второй из них это поклонение Христа, да, то есть его ученики начинают его восхвалять и говорят там, блажен царь Израилев, блажен идущий во имя Господа, грядущий во имя Господа. Третье событие это Иисус и его плач над Иерусалимом. Четвертое событие это очищение храма. Я бы хотел посмотреть на все эти события. Мы посмотрим на первое, второе и четвертое событие, и третье посмотрим в самом конце. Итак, первое действие или первое событие в этой драме везд Иисуса в Иерусалим. Это когда Иисус отправляет своих учеников найти для него молодую ослицу, да, то есть для того, чтобы он сел на ней и заехал в Иерусалим на ослице. Мне в раннем детстве это всегда как-то было непонятно, при чем тут вообще ослица и почему это важно. Почему вокруг это событие, но целое действие Иисус отправляет своих учеников, они находят эту ослицу, да, то есть они должны там дать явку, дать пароль там человеку, хозяину, которая должна дать эту ослицу. То есть прямо такое обостренное внимание вокруг этой ослицы. И пришлось, наверное, пожить немножко среди христиан, пожить среди там, не знаю, там, отцерковленных, церковных людей, для того, чтобы понять изюминка вот этого, вот этого часть этой истории. И это, наверное, связано непрерывно с таким вот камнем и преткновением христианства, да, то есть именно та часть христианства, которую сами христиане часто не замечают. Сколько я слышал таких среди там различных там динаминаций, учений там от пасторов или учителей христианов, которые, в принципе, я думаю, иногда вообще сами не понимают, о чем вообще говорит Христос и о чем говорит христианство в принципе, когда они говорят такие вещи, типа, вот мы там сын царя, мы там дети царя, Иисус наш царь, Иисус царь мира, прославленный Бог, и поэтому мы должны иметь самое все крутое, быть там круто одетой там или еще что-то. Ты не понимаешь, что царь Израиля, спаситель мира, тот, на чьей плечи возложена надежда всего человечества, въезжает в Иерусалим на ослице, не на боевом коне, не на колеснице, не там, не знаю, впереди там какой-то полк со знаменными, с копьями, там, не на танке в конце концов, да, а на ослице. Вот почему? Потому что Иисус идет умирать, Иисус идет принять окончательно образ раба, Иисус показывает нам, как Он приходит к каждому из нас. Я верю, что будет конец, когда все колены преклонятся перед Христом, я верю, что будет конец, когда Христос придет второй раз, и Он в прославленном виде, да, все увидят Его величие, все увидят Его уже не как скромный слуга людей, который пришел умирать за нас, да, а уже как царь. Но сегодня Иисус приезжает в Иерусалим, сегодня Иисус подъезжает к твоему Иерусалиму, и каждому из нас скромно, в смирении нас, лиц, да, не, опять же, не крутой. Каждый из нас мы хотим, чтобы наши, я не знаю, президенты, там, наши цари, там, лидеры индустрии, наши гуру, там, еще кто-то, были там классно одеты, имели там классные какие-то там, я не знаю, там, машины хорошие или еще что-то. Почему? Потому что это как-то боком сказывается на нас, да, если мой предваритель, он такой, если Путин разъезжается, там, я не знаю, на автомобиле, там, 800 лошадиных сил, там, или еще что-нибудь, да, это как-то косвенно сказывается на нас, каким-то образом мы вкладываем это в какой-то свой смысл, что это именно влияет на меня, что предваритель моей команды именно такой. А что это говорит про христианство, когда предваритель твоей команды заезжает на технику, которая, в принципе, доступна каждому, там, не знаю, среднестатистическому рабочему. Представьте себе, что это как будто вот президент разъезжается на Жигули, вот, или на кого-нибудь, я не знаю, там, супер-супер-супер-баушный, глубокий, там, Тойота, там, с 90-х годов, вот, это не круто, да, это образ Христа, приходящий в смирение и приходящие в определенные унижения даже, и стучит в дверь, стучит в дверь нашего сердца, стучит в дверь Иерусалима, как написано в Откровении, «Все я стою у двери и стучу, кто впустит в меня». Он же не говорит «Все я стою у двери с тараном и готов пробить ее и снести ее, там, не знаю, с петли, и кто вот запустит меня, тогда он будет моим рабом, да, то есть Иисус говорит «Я стою у двери и стучу». И так же Иисус въезжает в Иерусалим, он въезжает в Иерусалим на слиться, он не въезжает в Иерусалим победоносно, как царь, он въезжает в Иерусалим, как тот, который приносит истину и приносит решение на всех наших проблем, но, но, мы должны его принять и мы должны его впустить. Второе событие – это ученики прославляют Иисуса, ученики прославляют Иисуса и говорят «Вот царь Израилев», да, опять парадокс, и мы видим этот парадокс вообще здесь вот, верно в воскресенье, особенно мы это видим в пятницу, когда Иисус распинают, когда Иисус убивают, и перед над Его крестом прибивают вот эту вот таблицу, которая говорит, ну, там, царь Иудей, Иудейский, да, вот, и евреи возмутились при этом, да, Пилат, почему ты говоришь, что он царь Иудейский, да, то есть, мы как раз этого хотели избежать, почему ты говоришь, что он царь Иудейский, вот, скажи, что он сказал, что он царь Иудейский, но здесь вот в вербное воскресенье, въезжая в Иерусалим, ученики Иисуса прославляют Его, царь Израилев, Ассана, Всевышнему Богу, да, блажен тот, который грядет во имя Господа, они прославляют Его, и фарисеи, и книжники, они говорят, Иисус, запрети своим ученикам, да, запрети своим ученикам богохульствовать, запрети своим ученикам говорить неправду, Иисус говорит, ребята, я не могу ничего сделать здесь, если я им запрещу говорить, то сами камни начнут петь, да, потому что было пророчество именно об этом дне, потому что должны были принять царь, но опять же, кто-то принимает и кто-то нет, и исход тех, которые принимают Христа как царя, даже в таком образе, даже в таком форме, пусть не на боевом коне, пусть без армии, но он царь, как-никак, он спаситель, как-никак, и может быть потому, что он приходит именно как слуга, именно этот факт делает его спасителем, он приходит каждому из нас, и дает каждому возможность спасаться, он не приходит в верхушку власти и там старается менять что-то сверху вниз, а приходит в каждый дом, принеся вот эту правду о себе, о нас, о Боге, чтобы мы могли его принять, и мы могли начать менять мир снизу вверх, нужно принять его. Четвертое событие, которое мы будем смотреть, это четвертое действие, но третье событие, которое мы рассматриваем сейчас, я беру это вот с Евангелия от Луки, 19 глава, 2 половина, если хотите потом текст прочитать. Иисус заезжает в Иерусалим, он уже приехал в Иерусалим, и заходит в храм, и делает чистку храму, плетет розги, разгоняет всех купцов и продавцов, животных, торгашей, которые устраивали там вообще просто торговля в храме, обманывали паломников, меняли каких-то там больных животных там на деньги ради жертвоприношения. Иисус выгонял их всех и говорил, вы, дом мой наречется дома, молитва для всех народов, а вы из него сделали просто место для торговли и разбойников, да, то есть для обмана и просто порабошения людей. И страсть наполняет меня о Доме Господнем. Вот Иисус подъезжает к Иерусалиму каждого из нашего сердца, к жизни каждого из нас, к столице нашей сердца, каждому из нас лично. Он приходится смирением, он стучит в дверь, говорит, кто откроет мне дверь, к тому я войду. Если мы прославим его как царя, если мы скажем, блаженный грядущий во имя Господа, зайди в мою жизнь, он зайдет. Но есть проблема здесь. Иисус не оставит тебя просто так. Иисус зайдет в твой храм. И что такое храм? В Священное Писание неоднократно написано, вы храм Святого Духа. Разве вы не знаете? Он заходит в твой храм, и он начинает наводить там порядок. Он начинает выгонять обман. Он начинает выгонять все каких-то, все то, что не соответствует истине. Он начинает выгонять из твоей жизни те страсти, те похоти, которые у тебя есть. Он говорит, этот храм, твой храм, сделан для молитвы, для того, чтобы прославить Бога, для того, чтобы иметь отношение с Богом, для того, чтобы достигать что-то, для того, чтобы привлечь Царство Небесное на землю. Это прекраснейший храм. Но ты сделал из него верпей разводников. Ты не живешь в соответствии с истиной. И поэтому он берет розги и начинает разгонять твои страсти, начинает выгонять из тебя все те бесы, которые овладели тобою. Бесы твоего, я не знаю, трудоголика, бесы твоего эгоизма, бесы твоего погони за чем-то непонятным. Он не вставляет тебя в покое. Видишь, и тут есть вот этот баланс. Всякий, который называет Христов Господом и Спасителем, он должен назвать его и Спасителем, и Господом, понимаете? Не только Спаситель, но и Царь. А Царь приходит и наводит порядок. Нам нужен этот Царь, нам нужен этот порядок в нашей жизни. Люди сидят и слушают Христа. Сидят и принимают, разрывают рот. Что он делает? Такие вещи мы никогда не видели в народе. Но фарисеи, книжники и правители народа видят его действия в храме и думают о том, чтобы его убить. Окончательно, говорят, нам, мы потеряем здесь власть. Нам нужно окончательно что-то решить. Он опасный. Он опасный для нас, он опасный для страны. Да. Иисус опасный. И если ты не понимаешь все его опасности для твоей жизни, тогда ты не понял Евангелие. Вот иногда я думаю, что фарисеи и книжники, и правители народа, которые хотели распять Иисуса, они больше понимали Евангелие, чем его собственные ученики. Потому что они понимали, насколько это опасный человек. Он же способен сделать переворот. Если ты сегодня идешь в храм, если ты сегодня идешь в церковное служение, если ты сегодня идешь молить о прощении, просить Господу, чтобы он вошел в твою жизнь, осознай, что это опасно. Потому что он же войдет. И он начнет наводить порядок. Он начнет просить у тебя те вещи, которые тебе неудобны, прощаться с твоими страстями, с твоими какими-то грехами. Просить тебя, в конце концов, строить царство небес в твоей семье, в твоем доме, в твоем квартале, в твоем городе, в твоей стране. И это сильно опасно. И поэтому фарисеи и книжники делают заговоры здесь против него. Потому что этот личност опасный. Иисус, когда въезжал в Иерусалим, он предувидел это. Предувидел, что народ, который сегодня говорит, ассана, завтра, не смогут справиться с тем задачей, которую он в твери дними ставит, и будут кричать, распни. Народ, который сегодня говорит, блажен грядущий во имя Господа, будет скоро, говорит, распни, распни. Потому что всегда есть черта разделения, ребята, между учениками Иисуса Христа и народом. Вот кто ты? Ученик, который готов принять Христа, который, как Петр, готов сказать, Господи, это тяжелое слово, когда ты сказал, нужно есть мою плоть и пить мою кровь. И от тебя-то ушли там все другие ученики, 70 учеников ушло. А Петр, почему ты не уходишь? Потому что мне некуда уйти. У тебя есть слова жизни, и мне нужна эта жизнь. Поэтому давай, очисти мой храм. Поэтому давай, я не понимаю, буду ходить по волнам, буду делать какие-то безумные действия верой, но мне нужен ты сам, Христос, в моей жизни. Поэтому я открою дверь своего сердца, вводи в нее, вечерюсь на мной, ешь со мной, имей со мной отношения, чисти мой храм. Но фарисеи, книжники и народ говорит, нет, нам эта цена слишком высокая. Иисус говорит, оцените, никто не строит башни, прежде всего не оценить. И ты тоже, думай об этом, ты называешься христианином, но Христос просит у тебя много чего. Не обманывать себя и других, жить по правде, не идти на компромисс со совестью, не идти на компромисс со Словом Божьим. В мир, который окончательно с ума сходит, в конце концов, окончательно с ума сходит, это большой вызов. И фарисеи в тебя, и книжник в тебя, который хочет оправдаться своими хорошими, там, какими-то поступками или законом, народ в тебе, который хочет ублажать народу, который окружает тебя, вот они готовы сделать заговор против Христоса. Внутри тебя. Иисус смотрит на Иерусалим, и Он плачет. Плачет над Иерусалимом Иисус и говорит, о Иерусалим, Иерусалим, кому Я отправлял пророки, мужи святые, как много раз Я хотел собрать Твоих детей под крылом Моих, как раз Я хотел Тебя утешить, сколько раз Я хотел вытереть Твои слезы, сколько раз Я хотел принести Тебя мир, сколько раз Я хотел принести Тебе покой, сколько раз Я хотел, чтобы Царство Небесное пришло в Твою жизнь, но Ты не желал этого. Горе Тебе Иерусалим, потому что Ты не познал день Твоего посещения. И придет день, когда вокруг Тебя будут осажены со всех сторон и побьют Твоих детей внутри Твоих стен вместе с Тобой, сравнять Тебя с землею, потому что Ты не познал день Твоего посещения. Вы знаете, у каждого из нас есть день посещения, когда Христос приходит и Он говорит, есть правда, есть истина. Первый акт Бога в бытие, первая глава, это когда Бог разделил свет от тьму, и Он до сих пор разделяет свет от тьму. Если хочешь, чтобы твоя жизнь была нормальная, если ты хочешь жить ради чего-то достойного, то тебе нужно жить во свете, тебе нужно жить в соответствии с реальностью, которой автор реальность заповедал. Но каждый из нас имеет день посещения, когда Христос стучит в нашем двери. И в каком-то моменте будет последний день, когда раздастся последний стук и будет последняя возможность. Вот для Иерусалима это было в тот день. И кто-то принял его, но большинство его отвергли. И поэтому то, что должно было быть для их мира, то, что должно было прослужить для их спасения, стало основанием для их осуждения. Христос хочет принести в твою семью благость. Он хочет, чтобы в твою семью и в твоей жизни, в твоей окружении пришло Царство Небес. Он хочет дать тебе радости и силы. Он хочет дать все, что необходимо для того, чтобы очистить твой храм и чтобы ты начал жить по назначению. Но тебе выбирать, потому что он приходит к тебе на осле стучить в свою дверь. Будешь ли ты учеником, который говорит блажен, грядущий во имя Господа, или будешь ты народом, книжником, фарисеем, предварителем народа, который говорит, этот человек слишком опасен, он же разрушит весь мой строй. Привычный мне жизни он способен полностью перевернуть. Поэтому долой с нас. Зачем нам нужен этот человек? Сделай выбор сегодня, в эту страстную неделю. Будь учеником, призови Христа в твоей жизни. Пусть он будет не только спасителем, но и царем в твоей жизни. Не только учителем, но и Господом. И пусть тебя Господь благословит. Спасибо большое, что вы смотрите. Как всегда, Господня земля. Субтитры создавал DimaTorzok